Добрый день всем, кто нашел время присоединиться к нам и принять участие в этом небольшом субботнем вечере. Здравствуйте, меня зовут Моттл Гордон. Мне очень приятно видеть здесь художных друзей. Здравствуйте, друзья. Мне очень приятно видеть здесь много-много незнакомых мне лиц. Здравствуйте, незнакомые лица. Сегодня весь этот вечер мне будет помогать удивительная компания людей, которых вы сейчас видели на сцене, и о которых я чуть позже скажу пару слов. Наша сегодняшняя программа называется «Молодая Малка» в переводе с иврита «Проводы царицы». Это традиция собираться в субботу вечером в клубе улицы Аги. От начала ей положил легендарный еврейский царь Давид. Именно он первым, именно ему по преданию было суждено умереть в субботу. И поэтому каждый вечер в субботы, когда каждая суббота заканчивалась, а как вы знаете, как многие из вас, наверняка, знаете, греческая неделя заканчивается вновь в субботу, когда каждая суббота заканчивалась, он устраивал веселую трапезу в честь того, что он остался жив. Поскольку он должен был умереть в субботу, но вот уже суббота прошла, он остался жив, у него впереди есть целая неделя. И вместе с ним веселился весь еврейский народ. И мы встречаемся для того, чтобы порадоваться тому, что вот еще неделя прошла, а мы все еще живы. Кого-то урезали зарплату, только на нем деньги не в той валюте, но мы все еще живы. И у нас есть еще одна неделя. И в этой авантюре, в продолжении традиции собираться в клубе Ульца Аки, начало которой положил царь Давид, в обновлении этой традиции, мне помогают такие же авантюристы и смелые люди, которых я хочу сейчас представить. Клэнбурская табелла Алексея Роза, скрипка. Михаил Горинков, фуаркет. Ходил Морозов, гитара. Михаил Аншуле, контрабас. А также скромная Ада Устинова, которая помогала всем танцевать и будет помогать в этом месте. Спасибо большое. КОНЕЦ 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 История не моя, а история Робина Ахмана. История такая. Жил-был царь, который жил вполне себе беззаботно и счастливо, как подобает царям. Но как у царей это часто случается, его вдруг заинтересовало. А вдруг кто-то из его подданных живет еще более беззаботно и счастливо, чем он. И он переоделся в одежду простого человека. И отправился ходить, подслушивать и слушать, что говорят его подданные, как вообще они живут. И вот он ходил, ходил и слушал, что люди в основном жалуются, что одного уволили с работы, другого проблемы, в лавке, третьего сложности в личной жизни. В общем, беззаботных счастливых людей он не нашел. Пока он не дошел до одной такой хибары, где сидел вполне себе простой человек. Сидел, перед ним была бутылка вина, стояла какая-то нехитрая еда. Он сидел со скрипочкой, наигрывал себе, едва слышно на скрипочке, и был совершенно беззаботен и счастлив. И царь к нему зашел, естественно, не под видом царя. И тот его пригласил на трапезу, вот так, как мы сейчас сидим. И они устроили трапезу, как говорит Раби Нахман, на идише. И царь его спрашивает, вот раскрою мне секрет, почему ты так и так беззаботен и счастлив? А мне много не надо. Я, в общем, занимаюсь тем, что чиню людям всякие вещи. Я лудильщик. Занимаюсь починками. И если у кого-то что-то сломается, я починю, заработаю несколько монет, куплю себе на вечер вина, куплю себе еды, и сижу себе пирую, и вообще больше мне ничего не надо. Я совершенно беззаботен и счастлив. Продолжение следует. До встречи. Дольшое спасибо. Продолжение следует.